Иштван Орос – венгерский художник-график. В своих работах он не идет по протоптанному пути и часто прибегает к иллюзии. Подобные оптические обманки начали создавать аж в XVI веке. Мастер пошел дальше и усложнил технику. Здесь мы видим Иштвана Ороса. Он изображает себя со спины читающего книгу Эдгара Алана Хо «Ворон». И где перед читателем встает вопрос, главный герой – это сам Эдгар Алана Хо или, может быть, какой-то другой человек. И что он дает свой ответ, свое мнение. Обманывает взгляд и гравюры. Например, издалека на одной из них композитор Ференс Лист. При ближайшем рассмотрении зритель увидит замок и заросший лес. Подобная игра в каждой работе мастера. Отдельного внимания достойны его знаменитые плакаты. Иштвану Оросу искусство визуальной подачи удается очень здорово. Настолько лаконично показано событие, иллюстрация, что слов вообще не нужно. Выставка из 45 работ мастера колесит по стране уже год. Улан-Удэ стал 12-м городом и крайней точкой путешествия. За это время Иштван Орос обрел новых почитателей таланта. Вообще на этой выставке я уже второй раз. Первый раз я был в Тюмени. Это примерно было полгода назад. Меня тогда очень впечатлила эта выставка. Она, конечно, проходила в таком очень современном музее. Здание очень современное было. А тут здание не очень современное, но это придает какой-то свой стиль, свой дополнительный вкус, свой дополнительный стиль. Помимо прочего, Иштван Орос – дизайнер и мультипликатор. На выставке, которая продлится до 15 августа в республиканской типографии, можно также увидеть его мультфильмы. Если вы начнете интересоваться нами, венграми, то цель выставки будет достигнута. В общем, приходите посмотреть на мои работы. Приходите ко мне на выставку в Улан-Удэ. Мария Кравцова, Жаргал Сарендашиев. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова